Сегодня стали известны новые подробности задержания участников крупнейшей воровской сходки в Екатеринбурге. Напомню, оперативники ФСБ задержали около 200 криминальных авторитетов. И помогли им в этом социальные сети, куда авторитеты отправляли отчеты в режиме реального времени. О том, до кого они в итоге достучались. Корреспондент программы «Вести» дежурная часть Виталий Кармазин. ПЕСНЯ Покетный зал «Лучшие закуски» и даже оператор, который не только снимал криминальное пиршество, но и выкладывал фотографии в Инстаграм. Вернулись! Стен на всех гостей не хватило. Некоторых пришлось поднимать на второй этаж. Кого-то заставили всматриваться в картины, кого-то лежать редком на полу вдоль колонн. На переговоры мужчины приехали буквально во всеоружии. В ходе проведения автотрафа, расположенного рядом с кафе, были обнаружены несколько единиц оружия, биты, ножи, документы. Всех доставили в ближайший отдел полиции. Там их уже ждал виновник встречи, так называемый вор в законе по имени Агаяр Агаев. По версии полиции, под предлогом празднования его 50-летия и проходила встреча авторитетов. На воровской сходке были дети с детьми? Никогда в жизни. У меня муж никогда в жизни не справлял в кафе день рождения. Я его заставила, говорю, у тебя 50 лет, первый раз в жизни. Ну давай справим. Он здесь живет с молодости, коренной житель, ну так скажем. Многие люди его уважают. Абагаев и широкая общественность узнала еще в 2013 году. Тогда кто-то создал в соцсетях аккаунт с его фотографией и разместил вот такое сообщение. Агаяр, смотрящий города Екатеринбург. Без пяти минут вор в законе. Я решаю вопросы по уровню преступного мира. У кого есть вопросы, я здесь командую городом. Весь Уралмаш будет под нами. Тем, у кого есть вопросы, автор сообщения предлагал решить их в одном из кафе. Впрочем, полицейские говорят, что это может быть новым способом ведения войны между преступными кланами. Криминальные авторитеты вряд ли решились бы на такую самопрезентацию. Да и повод у встречи был серьезным. Гости должны были выбрать так называемого смотрящего за Свердловской областью. После смерти известного авторитета Аслана Усаяна этот криминальный титул носил его племянник Тимури Мерзоев, он же Тимур Свердловский. Что вы спрашиваете меня? Где театр или в детском саду? Мерзоев ненадолго пережил своего дядю. Умер в 2014 году. По всей видимости, после его смерти криминальную эстафету в Свердловской области перенял Агаяр. А на встречу решил укрепить свое влияние. На таких мероприятиях под видом юбилеев обычно и происходит церемония передачи криминальной короны. Неизменно на этих встречах одно. Каждый раз о них становится известно полицейским. Виталья Кармазин, Вести.